На Ставрополье в четвертый раз стартовал конкурс «Мама-предприниматель». Это федеральная обучающая программа для мам, которые хотят попробовать себя в роли бизнес-вумен. За пять дней участницы должны создать настоящий бизнес-проект и представить его на суд жюри. Создательница лучшей идеи для стартапа получит главный приз – 100 тысяч рублей на воплощение своего проекта. Это программа поддержки начинающих предпринимателей, я их, правда, называю «хоббики», и старт для девушек, возможность для девушек заняться своим делом. А для нашего региона – это новые предприниматели, которые сами платят налоги, дают рабочие места, выступают с такими проектами уникальными, которых, возможно, нет в России. Поборются за заветный грант 30 участниц. Девушки привезли свои идеи из разных уголков региона. Кто-то еще ни разу не пробовал себя в качестве предпринимателя, а кто-то уже имеет свое производство или маленький бизнес. Производство пищевых и стальных изделий, шитье, птицеводство, рукоделие, дизайн, образование – чем только конкурсантки не занимаются. Есть и совершенно новые бизнес-проекты, которые не имеют аналогов в регионе. Главная моя идея – это структурное подразделение, организация – это женщина-телохранитель. Почему женщина-телохранитель? Это много преимуществ. То есть женщина-телохранитель, как бы понятно, в основном в охранных услугах – это мужчина, ассоциация. Но женщина-телохранитель, как принято, женщины больше обладают большой интуицией. То же самое – это маскировка. Не всегда можно распознать в той или иной ситуации, какую роль выполняет женщина в данный момент, кто она, находясь с клиентом. Сюда я пришла с проектом дневного лагеря «Каникулы супергероев». Это такая антуражная база супергероев со своим гимном, со своим флагом, денежной системой. У нас дети обучаются финансовой грамотности, зарабатывают деньги. Мы занимаемся безопасностью. Проект уже опробирован в Московской области. Я пробовала несколько каникул. У нас были дети, были смены и был успех. Поэтому спустя время решила реализовать его, придя сюда. За время реализации программы на Ставрополье выиграли три проекта. Трем участницам удалось воплотить свою бизнес-мечту в жизнь. Одной из них стала мама пятерых детей из Михайловска Наталья Кумирова, которой удалось развить свою семейную ферму «Мама-перепелка» до уровня крестьянско-фермерского хозяйства. Проект, он дает самое главное, это уверенность и знание. То есть я сюда пришла действительно не зная, что такое предпринимательство. Я не ориентировалась ни в каких системах налогообложения, вообще от слова совсем. И за пять дней интенсива ты получаешь огромное количество информации. Ну и безусловно, с тобой работают коучи, с тобой работают спикеры. И это дает тебе уверенность в том, что ты делаешь. Ты начинаешь свое дело любить по-новому, еще сильнее. На Ставрополье образовательная программа проводится при поддержке правительства края, регионального фонда поддержки предпринимательства, а также Министерства экономического развития. На торжественном открытии участницы познакомились друг с другом и со своими тренерами. А также получили наставление от министра экономического развития Ставропольского края. Я всем вам желаю успехов. Действительно, чтобы каждый ваш проект, чтобы он не остановился на каком-то этапе, а чтобы он постоянно развивался, чтобы вы постоянно развивались. Вы уверен же, вы же развиваетесь вместе со своими детьми, и вы с ними растете во всех планах. Точно так же ваш новый ребенок – это то дело, которым вы занимаетесь. Поэтому им точно так же нужно заниматься и точно так же все время вкладывать в него не только финансы и так далее, но и частичку своей души. И вот этим, наверное, очень сильно отличается женский бизнес от мужского. Мужчины, они более так, они душу туда не вкладывают, но крайне редко. А вот женщины идут именно от души. Дальше девушек ждет пятидневный интенсив, где они узнают все секреты ведения бизнеса, основы маркетинга, а также познакомятся с системой налогообложения и мерами поддержки предпринимательства в Ставропольском крае. Ставропольский край дает возможность нашим предпринимателям использовать как федеральные меры поддержки, так и региональные меры поддержки. Ну и муниципальные в частности. Они есть как отраслевые, как финансовые, так и не финансовые. Мы об этом будем говорить на наших мероприятиях в рамках всей программы «Мама-предприниматель», которая стартует сегодня и закончится красивой церемонией награждения 17-го числа. Поэтому мы будем говорить и об этом. Уже сегодня возникло множество вопросов по мерам поддержки. Поэтому мы как фонд поддержки, в свою очередь, сразу же говорим о нефинансовой помощи. Она очень важна и актуальна. Это как и продвижение их бизнеса в будущем, как облачение их идеи в правовую форму, возможности брендирования, ну и ряд других. Также участниц ждут бизнес-визиты, брифинги, встречи с государственными органами и, конечно же, теплая дружеская атмосфера. Имя победительницы станет известно уже 17 сентября. Жюри предстоит отнюдь нелегкий выбор, ведь каждая участница здесь достойна высших наград.